Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Реализация всероссийской программы формирования комфортной городской среды. Марафон, посвященный десятилетию проекта «Школа Русатома». В Десногорске прошел модный показ при поддержке атомщиков. Всероссийская экологическая акция «День без сетей». Открытый забег «Пионер Трейл» в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность станции 23 360 мегаватт выработка на сегодняшний день, что составляет 1,38% в план задания УФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки нагрузка суммарная 2071 мегаватт. Видим, нагрузка в связи с температурным режимом подснижается. Основная задача – это контроль оборудования, своевременное обеспечение температурных режимов по работающим блокам. По блоку номер 2 у нас 38-е сутки текущий ремонт с внутриреакторным контролем. Все работы в графике. За 17 дней мая энергоблоками Смоленской АЭС выработано 802 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 26 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 7,6 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана – 72 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 2018 года в Десногорске успешно реализуется Всероссийская программа «Формирование комфортной городской среды». В 2021-м благоустраиваются три двора 1-го и 6-го микрорайонов. Недавно объекты посетила депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Окунева. Как отметила Ольга Окунева, новые программы, позволяющие решать проблемы дворов за счёт федеральных средств, появились благодаря активным людям, которые обращались к депутатам Госдумы, руководителям местной власти, акцентировали внимание на необходимости наводить порядок на придомовых территориях. И сейчас проекты успешно реализуются именно там, где жители максимально вовлечены в процесс от идеи до воплощения, проявляют хозяйский подход, контролируют качество работ и обеспечивают дальнейшую сохранность объектов. Мы сегодня секретарём местного отделения посещаем объекты, потому что у нас есть в том числе и партийный контроль за тем, насколько эффективно используются средства, с тем, чтобы не было потом замечанием, и насколько качественно идёт производство работ на каждом объекте, в каждом дворе. Десногорцы всегда активны, они хотят видеть свой город красивым, уютным и удобным для проживания. По словам заместителя главы Десногорска, секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александра Новикова, активных жителей, стремящихся участвовать в программе «Комфортная городская среда», с каждым годом становится всё больше, потому что они видят, как успешно реализуются проекты. За три года отремонтированы территории около 13 домов, модернизированы три общественных пространства, парк во втором микрорайоне, пляж и пешеходная зона между школами и детскими садами в третьем микрорайоне. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено более 40 миллионов рублей. Менялось законодательство, в том числе жилищное законодательство, и получилось так, что придомовые территории стали зоной ответственности собственникам квартирных домов. И возникла некая коллизия. С одной стороны, органы местного самоуправления уже не могли тратить бюджетные средства на благоустройство придомовых территорий. С другой стороны, жители ещё не полностью были вовлечены и вникли в эту тему, что теперь они отвечают за свои территории, и только благодаря их активности они могут быть благоустроены. Поэтому возник изначально партийный проект формирования комфортной городской среды, в том числе и на придомовых территориях, который впоследствии вошёл в состав национального проекта. Уже сейчас десногорцы должны выбрать общественную территорию, которую благоустроят в 2022 году. На 2021-й уже определили сквер в четвёртом микрорайоне. Успейте до 30 мая на сайте 67городсреда.ру проголосовать за один из проектов – преобразование набережной у тропы здоровья между Атомпарком и пляжем Деснай. Десногорск принял эстафету событийного марафона, посвящённого десятилетию проекта «Школа Русатома». В увлекательных конкурсах, творческих проектах приняли участие школьники, воспитанники детских садов, Дома детского творчества. В Десногорске юбилей отпраздновали конкурсами детских рисунков, кричалок, соревнованиями агитбригад, созданием историй успеха и другими событиями. На круглом столе в НИИ-3 нашкольников и педагогов приветствовали представители администрации Смоленской АЭС и Десногорска. Глава муниципалитета Андрей Шубин подчеркнул, что проект «Школа Русатома» объединяет активных людей атомных городов, из года в год поражает новыми идеями и делает жизнь лучше, насыщеннее и интереснее. Одной из основных целей, задач, которые стоят перед Воскрепорацией, это мировое лидерство. В лучшем смысле мы должны стать мировым лидером по всем технологическим направлениям. А это невозможно без вас, тех, кто сегодня еще в школе, кто учится, получает знания, кто проявляет себя как активным гражданином. Без вас, наверное, это невозможно. За вами будущее. По словам председателя комитета образования Татьяны Токаревой, основные направления проекта – конкурсы для городов, образовательных учреждений, учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации, мероприятия для талантливых детей. За десятилетия в Десногорске в них приняли участие более 500 школьников, 300 воспитанников детских садов, 100 педагогов. В завершении праздничного марафона грамотами и памятными сувенирами Смоленской АЭС были отмечены активные участники проекта. В Центре культуры и молодежной политики самые юные таланты, воспитанники детских садов, получили грамоты и сладкие призы за рисунки, посвященные десятилетию школы Росатома. Школа Росатома дает возможность познакомиться и узнать то, чем увлекаются мои ромесники из других атомных городов. Каждый желающий может принять участие в конкурсах и мероприятиях, показать свои знания и исполнять свои силы. Каждый участник за летный летный амминат в Десногорске. Это безумно интересный опыт, абсолютно новое знакомство, уникальные задания, которые просто переворачиваются. Участие в этом образовательном событии я получил огромный опыт проектирования. Также полученные знания я принимал в российском конкурсе «Большая перемена», где основным заданием было решение кейса, то есть проектных задач. Итогом моего участия стало место в финале, а также путевку в комплицерты. Также хотел бы сказать, что школа Росатома дает возможность роста и развития в различных сферах деятельности. И позволяет получить каждому из нас эмоциональное образование в современном формате. Настоящий праздник для жителей города атомщиков устроила команда международного конкурса «Атом Кутюр». При поддержке концерна «Росэнергоатом» и фонда АТР АЭС они привезли в Десногорск шоу-показ коллекции «Моды на атом». Шоу гастролирует по территориям расположения АЭС. Десногорск стал третьим атомградом, в котором состоялся показ. Первыми городами турне стали «Сосновый бор» и «Удомля». В рамках мероприятия перед глазами десногорцев предстали 68 уникальных нарядов. Все они шиты по эскизам победителей второго международного конкурса «Атом Кутюр». Проект «Атом Кутюр» существует два года. 2019 год нас поддержали. Вот в этом году, помимо крупного показа в Москве, коллекция ездит по атомным городам. Благодаря проекту выявлены дети, буквально гениальные, которые могут модную индустрию просто двинуть. Это наши дети. Среди авторов модных нарядов есть и работы десногорских юных талантов, а воспитанец Десногорской детской художественной школы. Так, в номинации «Наш ответ взрослым» перед зрителями предстала работа Ангелины Саутенковой. Вероника Стальмахович прислала на конкурс «Атом Кутюр» эскизы рабочей одежды для участия в номинации «Рабочий атом». И ее работы также стали частью коллекции. Сразу в двух номинациях «Атомная неделя моды» и «Деловой атом» была представлена авторская коллекция Ксении Свиридовой. Помимо эскизов одежды, участники конкурса создавали эскизы промышленного логотипа, выполненные в различных техниках куклы. Путем народного голосования в номинации «Лога на атом» победителем стала Анастасия Виноградова, а в номинации «Атомная кукла» Варвара Баракова. Дети стараются, дети работают, и их работа, их труд, их упорство приносят ощутимые плоды. Поэтому я хочу пожелать не только успехов, а и дальше продолжать также плодотворно трудиться, стремиться к своей мечте. В качестве моделей на показе выступили юные жители Десногорска. Среди зрителей – администрация города, Смоленской АЭС, предприятие Десногорска, родители и друзья участников фэшн-показа. Я одела куклу, она у меня победила. Я желаю всем поучаствовать в этом конкурсе, чтобы стать победителем. Я желаю всем успехов и удачи. В завершении мероприятия все участники и победители второго международного конкурса «Атом Кутюр» были награждены благодарственными письмами, дипломами и сувенирами. Смоленская атомная станция присоединилась к всероссийской экологической акции «День без сетей». 12 мая прошел рейд на Десногорском водохранилище. Совместно с представителями надзорных и регулирующих органов проверяли соблюдение правил рыболовства и изымали из водоемов брошенные, бесхозные, незаконно установленные орудия лова. Трасса «Пионер Трейл-2021» проверила на прочности готовность 73 юных и взрослых спортсмена. Крутые подъемы, захватывающие дух спуски, грязные от дождя участки дистанции. Все испытания настоящего трейла предстояло преодолеть участникам открытого забега «Пионер Трейл-2021» в городе Десногорске, который был организован сектором культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС и городским спорткомитетом. Все спортсмены благополучно завершили свои дистанции. У женщин и детей круг составил 2 километра 800 метров, а мужчины соревновались на дистанции 5 километров. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.